Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, право аренды нежилых помещений, право аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальные имущества. Приватизация. Аренда. Продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadom.ru. По всем вопросам обращается в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18 Иногда в нашей жизни бывают минуты, когда хочется забыть обо всем и просто наслаждаться моментом. Богучарские семечки. Что может быть лучше? Здравствуйте! С вами Андрей Юндин. Это Информбюро. Программа «Чистых новостей». И вот главные грифы дня. Гриф получат все. Как работает Краевой закон об обеспечении ветеранов войны жильем, обсуждали сегодня в Краевом правительстве. Отчеты чиновников и благодарность ветерана выслушал Алексей Форсиков. Гриф ясно. Завершний день не предвещает плохой погоды. Подробнее в конце программы. 31 новенькая Нива для ветеринарных инспекторов. Сегодня губернатор Краева Лизеренков вручил ключи от служебных машин сотрудникам городских и районных станций по борьбе с заболеваниями животных. Это очень хорошая помощь, отметил глава региона. Ставрополь ограничится с восьмию регионами России и к нам часто попадает больной скот. А этого допускать нельзя. Покупка обошлась Краевому бюджету в 15 миллионов рублей. Теперь на вызовы ветеринары смогут приехать быстрее и по-любому бездорожью. Конечно, служба такая необходима. И мы предусмотрели в бюджете 15 миллионов рублей для этого дела. Купили 31 автомобиль всем городам, районам края. Выдали автомобили, чтобы возили инспекторов, которые занимаются надзором и контролем. Чтобы не болели не только животные, чтобы люди. А вы знаете, животные передают людям. Поэтому этот вопрос очень важен. И он стоял у нас на контроле. И вот сегодня вот такое событие. Гриф получат все. К 70-летию победы все ветераны должны получить отдельное благоустроенное жилье. Как идет работа по исполнению этого указа президента, обсудили сегодня в Краевом правительстве. Алексей Форсиков выслушал отчеты чиновников и пообщался с одним из будущих новоселов. Владимир Макарович ставит свою подпись под распиской о получении в свою собственность однокомнатной квартиры. Через 4 дня ему исполнится 91 год. И это новоселье станет, наверное, самым главным подарком. Квартиру он вместе с дочерью и внуком купил однокомнатную. А больше, говорит, ему и не надо. Большую часть расходов на покупку, а именно 882 тысячи рублей, ветеран получил от государства. Именно такая сумма полагается в нашем крае всем ветеранам войны, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. На все бюрократические процедуры у Владимира Макаровича ушло 3 месяца. А сейчас он не смог держать слез. Краевой закон об обеспечении ветеранов войны жильем работает уже два года. За это время своим правом воспользовались более 2000 человек. В краевом бюджете на это сумма заложена девятизначная – около 2 миллиардов рублей. Больше всего, говорили чиновники, жилья покупают на вторичном рынке. Просто потому, что оно дешевле. Но не только на субсидии ветеранам тратятся эти миллиарды. В Ставрополе, Михайловске, Георгиевске и Кисловодске для этих людей строят новые многоэтажки. Еще местные власти помогают ветеранам подобрать нужные квадратные метры. Осуществляется подбор вариантов жилья в пределах размера субсидий. Это самый сложный и тяжелый вопрос и для ветерана, и для органов местного самоправления. Оформляются договора долевого участия ветеранов войны в строительстве жилья по ценам себестоимости строительных работ с минимальной социальной отделкой в пределах субсидий. Используются собственные средства ветеранам войны в случаях, когда стоимость приобретенного жилья превышает размер субсидий или квадратные метры, предоставляемые, выходят за пределы предоставляемого норматива. На сегодняшний день в улучшении жилищных условий нуждаются 112 ветеранов из числа стоящих на учете. Чиновники заверили, все они переедут в новые дома и квартиры в срок. Жилье получат все. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро. Гриф встречи. Какая зарплата у сотрудников полиции? По каким критериям набирают в органы внутренних дел? Сколько преступлений произошло на территории края? На все эти вопросы сегодня ответил начальник главного управления МВД России по краю Александр Олдек. Разговор получился откровенным. Кристина Ревенко с подробностями. Встреча в главном управлении МВД началась с сухих цифр. За первые полгода 2012-го на Ставрополе по заявлению жителей возбуждены почти 14 тысяч уголовных дел. Самыми криминальными районами назвали Минераловодский, Апанасенковский и Буденовский. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Зато произошел скачок правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Совместно с полицейскими из Дагестана, Чечни и Краснодарского края разработан специальный план по выявлению бандформирований. Разработаны и утверждены планы совместных профилактических мероприятий по противодействию экстремистским проявлениям и терроризму. Пресечению незаконной деятельности участников бандформирований и их пособников. В целях выявления возможных мест базирования членов незаконных вооруженных формирований нами с помощью авиатехники, оснащенной тепловизорами, проведены поисковые мероприятия в труднодоступной местности. Вопрос, который очень заинтересовал журналистов, сколько же за такие труды получает обычный полицейский. Сразу после ВУЗа отметил Александр Олдок, зарплата не превышает 20 тысяч рублей. По мере карьерного роста эти суммы увеличиваются в арифметической прогрессии. Некоторые за месяц работы получают больше 50 тысяч рублей. После этой фразы сам собой возник интерес, как отбирают вчерашних студентов и по каким критериям. Максимальную мы преграду поставили для того, чтобы у нас нечистоплотные не попадали в наши ряды. Уровень отбора идет на двух этапах. Это этап и непосредственно в органе, в отделе МВД на районном уровне. После этого входной экзамен в Центре профессиональной подготовки. И потом они выходят на уровень краевой. Однако, отметил сам Александр Олдок, даже после массового сокращения в период переаттестации, в рядах сотрудников полиции все равно можно обнаружить белых ворон. Они портят репутацию всей структуры. Против 59 сотрудников за первые полгода 2012-го возбуждены уголовные дела. Кроме того, случаи в Нефтекумском и Кочубейском районах, когда в следственных изоляторах покончили с собой задержанные, стали причиной увольнения из органов ответственных полицейских. Сотрудник уволен и там, и там, допустивший факт суицид. И в Кочубейском дело возбудил Следственный комитет, в случае сотрудников, оно расследуется. В Нефтекумске, в Косиме, тоже будет дело возможно будет расследовать. Это является случайным происшествием для нас. Мы, конечно, пытаемся или не пытаемся, делаем все возможное, а уж не допускать подобные вещи в будущем. Тот, что попал к нам, обязан обеспечить его сохранность, безопасность и, конечно, остаться живым. Кристина Ревенко, Николай Попов, Информбюро. Гриф «Голубое топливо» в обществе «Газпром Трансгаз Ставрополь» подвели итоги работы за первое полугодие 2012 года. В поселке Раздвяном прошла конференция трудового коллектива предприятия. О главных показателях и о том, какой подарок приготовили газовики для жителей Ставрополя, в материале Павла Индавицкого. Нина Кинжибалова – старший специалист по кадрам службы корпоративной защиты. К тому же девушка – председатель Совета молодых специалистов. Это общественное подразделение занимается в основном социальной работой. Организовываем постоянно периодические поздравления пенсионеров. У нас идет активная работа со студентами. Мы оказываем помощь детскому дому, где находятся детишки с ограниченными возможностями. У нас идет участие в конференции молодых работников, первый этап, который проходил на базе УАВР. Ну и участие в спортивной жизни, в культурно-массовых мероприятиях. Главный итог минувшего полугодия, говорили на конференции, это стабильная подача газа потребителям, как российским, так и зарубежным. Газпром «Трансгаз» Ставрополь обслуживает магистральные газопроводы на территории 10 регионов юга нашей страны. Сотрудники общества сработали без перебоев, аварий и существенных инцидентов. Производственные показатели существенно возросли. Я хочу сказать, что преддверием сегодняшней конференции, профсоюзной конференции, было собрание акционеров, которое прошло в Москве не так давно. Там тоже обсуждались итоги деятельности «Газпрома» в целом. Надо отметить, что общество «Газпром-Трансгаз» Ставрополь достойно отработало этот период, обеспечив все те показатели, которые ставились руководством «Газпрома» перед работниками, перед зоной ответственности нашего предприятия. «Газпром-Трансгаз» Ставрополь успешно продолжает выполнять и все взятые на себя социальные обязательства. Хорошая новость. Принято решение в рамках программы «Газпром детям» построить в Старопольском крае 10 современных спортивных площадок. Благоустроенных, многопрофильных площадок, где можно заниматься одновременно на нескольких игровых полях, где можно заниматься и развивать различные виды спорта. Я считаю, что это тоже значимые достижения. И я думаю, что с 4 квартала этого года и в течение последующего 2013 года эта программа будет реализована. В работе конференции принял участие председатель межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук. Услышанным московский гость остался доволен. «Газпром-Трансгаз» Ставрополь находится на хорошем счету. Об этом говорят и результаты производственной деятельности. Сегодня мы с вами слышали и результаты работы по социальному партнерству. Идет нормальное сотрудничество между администрациями и профсоюзными организациями на местах. Те цифры, которые сегодня звучали, они говорят о том, что как была тенденция, как была направленность поддержки людей в тех или иных жизненных ситуациях, плюс дополнительные выплаты и так далее, все это продолжает место быть». Павел Ниндовицкий, Илья Аладин, информбюро, поселок Рыздвяный. Наши футболисты отправляются на неофициальный чемпионат мира в Норвегию. Маленькие спортсмены из Ставропольского клуба «Космос» перед отъездом в Осло встретились с исполняющим обязанности главы администрации Ставрополя. Мальчишки пришли в своей футбольной форме и вручили Андрею Джадоеву мяч и футболку с его фамилией на стене. За границей спортсменам придется непросто. На соревнования приедут 1600 команд из 50 стран. Его сити-менеджер пожелал ребятам удачи и возвращения в Ставрополь с чемпионским кубком. Что такое спорт? Конечно, это прежде всего тренировки, это талант, это стремление к победе, но в спорте очень часто присутствует такое понятие, как удача. И вот пусть наша сегодняшняя встреча и мое пожелание, мое Ольге Викторовне, вам обязательно победить, послужит той толикой удачи, которая все-таки принесет вам успех в Норвегии. И еще о спорте. Пляжный гандбол в исполнении девушек впервые проходит в Краевом центре. Стартовав в начале сезона, в классическом варианте игры команда Ставрополя переключилась и на чемпионат России по пляжке. Первыми впечатлениями о турнире на песке поделился Сергей Рыбалко. В Ставрополе проходит третий тур чемпионата страны по пляжному гандболу. А вот заключительный четвертый примет Краснодар. Коллектив именно этого города фаворит на турнире. Вот и в стартовых поединках желто-черные одержали две убедительных победы. В прошлом году краснодарские гандболистки чуть не добрались до золота, став вторыми. Теперь у них огромное желание все изменить. На этом турнире главное победить Ставрополье. Конечно, с хозяевами всегда принципиальная игра. Надо показать себя и надеяться, что мы выиграем. Всегда стоит задача номер один – стать первыми. А вы еще не были первыми? Мы еще не были первыми и стремимся к этому. В Ставропольской команде задача поскромнее. Все-таки мы новички в пляжном гандболе. По словам руководства клуба, задача перед девушками поставлена быть в тройке. Домашний тур – хорошая возможность подтянуть результаты. Перед родным зрителям и играть веселее. Будем радовать наших болельщиков. Всех нас любят. Как болельщики сегодня? Мне кажется, очень прилично. Нас поддерживали, никого не задевали. Как должны себя вести настоящие болельщики. В первый игровой день Ставрополья порадовала своих поклонников, одержав две сложные победы над командами Станицы Отрадной и города Астрахани. Но прежде наших девушек впечатлила и наверняка тоже порадовала группа поддержки. Церемония открытия соревнований получилась торжественной. Городские и краевые власти, депутаты пришли поддержать Ставропольскую сборную. Приветствую вас от имени губернатора Ставропольского края, правительства Ставропольского края. И посмотрите, сколько сегодня и почетных, и гостей города собралось для того, чтобы посмотреть за вашей игрой. Потому что это на самом деле красиво. Когда играют девчонки, это грациозно. Ганбол сам по себе, как игра, очень увлекательная, динамичная, эмоциональная. Но ганбол пляжный, придает особую остроту. Но в исполнении еще женщин, девушек, так сказать, он приобретает красоту вдвойне. Я вам желаю красивой игры, побед. И, как уже было сказано, пусть победит сильнейший. В субботу на турнире заключительный день соревнований и парад закрытия. Игры начнутся утром с 10 часов. Ну а заключительный четвертый тур чемпионата России по пляжному ганболу среди девушек пройдет в Краснодаре в начале августа. Сергей Рыбалко, Юрий Корниенко, Информбюро. Ставрополь готовится к инвестиционному форуму в Сочи, а Международный образовательный центр начал подготовку звезд Голливуда. Татьяна Федорова расскажет подробности. Сегодня у нашей телекомпании стало известно об образовании Краевого Министерства Транспорта, вследствие чего из названия нынешнего Минпрома выпало слово «транспорт». Теперь оно звучит «Министерство энергетики, промышленности и связи», так как полномочия расширились на функции Комитета по информационным технологиям и связи. Последний, кстати, тоже упразднен. Ставропольцы готовятся к 11-му Международному инвестиционному форуму Сочи-2012. Краевой Минсельхоз начал работу по формированию делегации во главе с губернатором, который представит Ставрополье с 22 по 23 сентября. Сочинский форум – это крупнейшая в стране площадка для презентации инвестиционного потенциала российских регионов. Напомним, в прошлом году в рамках этого форума КРЭП подписал несколько выгодных соглашений о реализации крупных инвестпроектов с участием российского и международного капитала. Работы по строительству индустриального парка в Ньюиномыске ведутся по графику, отметил министр промышленности, энергетики и транспорта Края Дмитрий Саматов. Накануне он осмотрел площадку. Первая очередь резидентов парка уже заполнена. Министр побывал на территории завода «Лесант-Юг», который не так давно запустил производство сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования. Сейчас предприятие увеличивает не только объем выпускаемой продукции, но и число рабочих мест. Проведите лето в компании «ЭФ». Международный образовательный центр «ЭФ» и Мишвезд приглашают взрослых и детей, на летние интенсивные программы изучения английского, причем с 50-процентной скидкой. Малышей от 4 лет ждет плейграунд, игры на английском языке, творческие проекты и занятия танцами. Для взрослых интенсивные занятия, которые помогают обрести уверенность в общении с иностранным партнером, а творческих и креативных студентов от 6 до 15 лет «ЭФ» приглашает присоединиться к уникальному проекту «ЭФ-Синема». Кастинги, кинопробы, натурные павильонные съемки, написание сценариев и озвучивание фильмов на английском языке – вот только малая часть того, что предстоит участникам «ЭФ-Синема». Скучать точно не придется. Новый поток стартует уже в следующий понедельник. Не опоздайте. Наберите прямо сейчас номер в Ставрополе – 373337. И перейдем к курсам валют. Долларбанки сегодня покупали за 31,65 рубля, продавали на 75 копеек дороже, итого 32,40. Курс покупки единой европейской – 38,85 рубля, продажа – 39,65. И вот как выглядит курс валют, опубликованный Центробанком на завтра. Доллар – 31,95, евро – 39,17 рубля. Это были все бизнес-новости на сегодня. Как всегда, прощаюсь с вами. Желаю вам удачи в делах. И время поговорить о погоде. Слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маши и Даши. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью на территории края около 20 градусов тепла. Сентра в Ставрополе и на мыске ясно. Днем плюс 30, вечером плюс 21. В городах Калкас неферальный ход безоблачно. Днем 27, вечером плюс 19. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, право аренды нежилых помещений, право аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальные имущества. Приватизация. Аренда. Продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя ставадм.ру. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18. Иногда в нашей жизни бывают минуты, когда хочется забыть обо всем и просто наслаждаться моментом. Богучарские семечки. Что может быть лучше? Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал СТВ Плюс в Триколоре. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн. Обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. Обязательно звоните, поможем. Телефон нашей Ставропольской редакции 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели информбюро. Программу чистых новостей. С вами был Андрей Юндин. Всего хорошего и не скучайте. Развлечения для всей семьи. Найди свое в новом медиа-центре «Зеленой точки». Свыше 50 ТВ-каналов в отличном цифровом качестве. ТВ-гид на экране. Выбирай, что нравится. Не успеваешь к началу? Просто поставь на запись. Медиа-центр «Зеленой точки». Взгляни на развлечения по-новому. Узнай больше. 333-333. ТВ-каналов в отличном цифровом качестве.